здравствуйте хочу предложить вашему вниманию изготовить приманку которая в себе будет сочетать смесь зонкера с перьевым стримером чем это вызвало у меня такую озабоченность дело в том что зачастую хотелось бы изготовить зонкер есть красивый мех но он для зонкера не подходит вот допустим как этот очень большая величина практически сложно изготовить зонкер на величине такого крючка или же допустим вот как здесь видно мех расположен под углом или как на этой шкурке скудный мех который хороший но не годится для зонкера как можно выйти из этой ситуации в этом фильме я хочу вам продемонстрировать я взял крючок 10 выточил латунную головку конус ну а грузил еще дополнительно свинцом так чтобы ориентировочно мой вес составлял где-то порядка три с половиной 4 грамма для того чтобы можно было забрасывать его спиннингом и теперь для того чтобы его изготовить нам понадобится парочка вот таких вот перьев гризли возьму этот же симпатичный кусочек меха писца который у меня есть и для пушки или вот такое возьмем перо или любое другое шартресс или же красная посмотрим по изготовлению нашего стримера для хвостика понадобится достаточно длинный мех писца но если у вас по каким-либо причинам его нет то вы спокойно можете изготовить хвостик используя вот длину этого пера давайте приступим в процессе работы я вам буду все рассказывать на месте загиба промазывая немножко клеем возьму по толщине приблизительно как пол карандаша пучочек белого меха подготовили его и теперь как вы видите длина хвостика должна превышать длину всего крючка и теперь на месте загиба я его устанавливаю так чтобы он у меня ровно ебал все цевьё промажем клеем и окончательно закрепим вот так для придания привлекательности мушки я взял плоский голографический люрекс добавим как обычно пряди слева справа и сверху можно с четырех сторон и 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 ровно вот так как бородка спереди я ее закреплю у загиба закрепили подхватили теперь мы берем промазываем хорошо клеем проматываем и подготавливаем мех из которого будем изготавливать теперь и крыло и перо с которым будем выполнять опушку подхватили промотали теперь я беру наше перо одно и второе обматывать будем если у вас по каким-либо причинам допустим как у меня остаются вот такие хвостики это даже очень хорошо потому что так как сейчас мы будем изготавливать стример я вынужден буду брать подготавливать подбирать а так можно уже заранее будут подобрать я беру подбирая приблизительно так чтобы у меня выходило почти на длину хвостика немножко не доходя до края хвостика вот так крепим перо закрепили с одной стороны выберем потом каким пером будем выполнять опушку это не столь существенно подготавливаем с другой стороны чтобы перед длина перья у нас была одинаково и укладываем с другой стороны подхватили и теперь любое перо какое вы захотите на ваше усмотрение мы удаляем она нам пока не пригодится промажем немножко клеем и хорошо промотаем перышко которое мы одно оставили уводим слегка вот так назад и переломив саму ось пера закрепим в таком положении теперь нам необходимо будет взять то тот мех из которого мы будем изготавливать с вами верхнюю часть нашего стримера вот я беру остатки меха черного песца и вымеряю приблизительно высоту гривки которая у меня будет на моем стримере она должна быть полторы длины загиба как вы видите это за счет еще крепления отрезаем если мех у вас по каким-либо причинам короткий это даже очень хорошо при изготовлении пригодится этого стримера крепим здесь подхватили закрепили вот как вы видите у нас вышла вот такая симпатичная кисточка еще нам понадобится дабинг я буду использовать под шерсток меха песца но можно в принципе это и нащипать вот как у меня здесь есть кролик крашеный он не совсем годится на занкера значит мы будем его использовать промазываем нить и совсем немножечко дабы только скрыть нам нашу наше место крепления если есть у вас синтетический дабинг пожалуйста можете использовать блестящий какой вы захотите но я повторю у меня правило из канала использовать то что имеется под руками закрепили и оставили нить в этом положении берем наше перышко посмотрели как у нас бородки подровняли их и выполняем здесь один два три сколько у нас выйдет оборотов подправляем бородки немножко нудноватая работа но она себя в рыбалке оправдает вы потом убедитесь стримил стример довольно таки хорошо себя ведет в воде стабильно выдерживает рыбалку на реках с большим течением и в то же время в стоячей воде достаточно подвижен уводим все бородочки вот так назад подхватили здесь берем следующий пучочек меха промажем клеем и возьмем еще один пучок можете здесь чередовать цвета как вам будет удобно и так как вы поняли мы делаем наборочку аж до самого конуса вот мы изготовили такую конструкцию чередуя как я вам показывал дошли до уровня формирования груди перо у меня закончилось я закрепил еще одно такое же если у вас нет можно использовать несколько другое перо и и теперь для завершения мне необходимо добавить немножечко вот такого возьму щепотку красного и немножечко розового даббинга для придания привлекательности как я уже неоднократно показывал я не обматываю даббингом а вот так его накладываю и и последующей обмоткой пера у меня получается даббинг хорошо прихватывается подровняли перышки и насколько будет позволять нам перо выполним плотную плотную обмотку чем плотнее будет наша опушечка тем тем лучше для нашего стримера будет даббинг дошли До нашего конуса латунного Здесь внимательно смотрим за тем Чтобы у нас хватило места для завершающего узла Если попадают пуховые перья Не расстраивайтесь Они свою роль в работе выполнят Это даже неплохо Вот закрепили перо Сделаем завершающий узел И причешем наш стример Наш стример, который мы планировали, готов к работе Как вы видите, материалы можно использовать абсолютно любые Я вам показал смысл и технику изготовления такого стримера Перья можно подобрать любые, какие у вас только есть Как вы видите, внизу достаточно места для того, чтобы ловить любого хищника И в то же время перо закрывает все наши элементы крючка Можно поставить шарик латунный Можно не ставить, как вы захотите Приклеить глазки, не приклеить глазки Сам по себе достаточно уловистый Повторю, особенно хорошо работает на большом течении Если в стоячей воде достаточно хорошо себя держит в толще воды При любых проводках не срывается Благодарю вас за внимание До скорых встреч